Новый месяц и вновь мы встречаемся с Александром Элдером для того, чтобы поговорить о рынках. Как всегда, безусловно, поговорим про текущую ситуацию на американских рынках. Посмотрим на индексы S&P 500, на золото, на нефть, на разные другие активы и также на несколько акций, таких как Tesla, Microsoft, Amazon, Nvidia. И попробуем порассуждать, что же происходит на рынке. Ну а прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Я, со своей стороны, всегда напоминаю о том, что трейдинг и инвестиции, они связаны с рисками. С ними нужно разобраться, с ними нужно ознакомиться. И в ходе наших встреч мы также этого вопроса касаемся для того, чтобы участников, кто особенно достаточно недавно пришел на рынок, держать это в фокусе внимания и, безусловно, обращать внимание на риски. Для тех, кто присутствует впервые на наших встречах, расскажу несколько слов о компании Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 22 лет, работаем в различных странах. И ключевой сервис, который мы предоставляем нашим клиентам, это трейдинг и инвестиции через различные платформы от метатрейдера до собственной платформы, которая стала доступна для наших клиентов и мобильного приложения. Всегда вы сможете найти оптимальные инструменты, оптимальные рынки, которые подойдут вам как для трейдинга, так и для инвестиций. И напомню отдельно, то, что у нас есть мобильное приложение, в котором вы можете следить за сделками, совершать покупки, продажи и в целом все операции, которые необходимы для того, чтобы быть в курсе своих позиций, всегда их мониторить. Если еще не устанавливали приложение, то рекомендую это сделать, и там вы можете подключиться к вашему счету, который открыт для метатрейдера и иметь его также всегда под рукой. В Admirals мы всегда уделяем огромное внимание обучению, потому что мы понимаем, что приходит достаточно большое количество людей, кто не имеет опыта в трейдинге и инвестициях и хотел бы разобраться. Поэтому мы благодарны, что Александр к нам присоединяется раз в месяц, делится своим опытом. И также я хочу сказать, что у нас есть YouTube-канал, на котором также публикуется и запись данных встреч и многие другие обучающие ролики, которые мы производим для того, чтобы как раз увеличивать знания трейдинга в инвестициях. И также наш Telegram-канал, в котором вы всегда получаете обновления о новых встречах и о новых событиях на рынке. Перед каждой встречей, как всегда, я делаю такой скриншот, собственно, последнего месяца, то есть мы встречаемся очень близко-близко к концу, практически всегда к концу месяца, для того, чтобы посмотреть, просто взглянуть, прежде чем мы будем говорить про конкретные инструменты, что происходит на рынке. Безусловно, мы видим, что в тех среде, то есть самый большой рост, в принципе, компании, которые имеют самый большой вес, они в целом и помогают тянуться рынком вверх. И в целом все выглядит достаточно позитивно, в целом для рынков в этом месяце. Ну, детали мы, конечно же, разберем уже дальше. Как всегда, по плану это поговорить про текущую ситуацию, посмотреть на рынок и поговорить о том, как раз то, что мы затрагивали в предыдущей встрече по поводу определения рынков, да, бычий рынок, медвежий рынок. Чуть-чуть постараемся подробнее на этом моменте остановиться, потому что были ряд вопросов, которые наши участники задавали. Мы разберем ключевые инструменты, которые так сопредельные рынки, подведем итоги конкурса, о правилах которых я расскажу в конце видео, и итоги конкурса мы сделаем. И также разберем несколько бумаг, постараемся, чтобы осталось время на ответы на вопросы. И в конце видео я также расскажу про индикаторы Александра, которые можно установить на MetaTrader, и про правила конкурса. Александр, всегда с нетерпением ждем, хоть и, как вы сказали, у вас день дождливый, и иногда это в том числе позволяет сосредоточиться на трейдинге. Ну, хорошая погода, как говорится, не отвлекает. Александр, да, мы ведем уже не первый год в данной встрече. Александр, автор многих книг, трейдер с колоссальным опытом, уже десятки лет на рынке, поэтому мы стараемся в этот час получить максимум опыта, да, насколько это возможно. Александр, передаю слово вам. Роман, спасибо большое за такое доброе представление. Надеюсь, что звук хороший, да. И я в последнюю минуту подумал, не успел, то есть в последнюю минуту уже поздно было вам писать. Я бы хотел, если вы не возражаете, занять первые, допустим, пять минут показом одного колоссально важного фундаментального фактора на рынках. Как вы знаете, как наши участники знают, у меня репутация технического аналитика, но я не игнорирую фундаментальный анализ. И не то, чтобы я им плотно занимался, но есть какие-то абсолютно ключевые факторы, которые нельзя игнорировать. И вот про один из них я недавно, собственно, на уикенде, на прошлой неделе я написал о нем в группе Spike Trade. Позавчера, по-моему, это вышло в Эстонии, даже в газете я им дал этот материал, и там вышла эта заметка. Заголовок у заметки был линк для страшного видео, для фильма ужасов. И если вы не возражаете, то дайте мне тогда контроль над зумом, и я это дело покажу, что я имею в виду. Да, сейчас останавливаю у себя, и вы можете запустить все. Прекрасно, спасибо большое. Так, share screen. И что же я share? А вот начнем с этого. Мне нужно будет два разных экрана показать. Сначала я вам покажу это. Значит, введение. По-английски это называется interest yield curve. Yield curve. Yield – это как урожай в сельском хозяйстве, а в финансах – это доход на облигации. Curve – это кривая. Значит, кривая дохода на облигации. Нормальная ситуация на рынках такова. Всегда. Что касается гособлигаций, что касается корпоративных облигаций, они бывают от очень краткосрочных на один день, или там на месяц, или на три месяца, до очень длинных на 10, 20 и даже на 30 лет. Стандартно кривая выглядит вот так, как вы видите ее сейчас. Если вы берете деньги ненадолго, покупаете облигации краткосрочные, вот внизу на три месяца, то вы платите более низкий процент. Если вы берете деньги надолго, здесь вот на 20 лет, то вы платите на 2% больше. Это совершенно логично, потому что если вы берете деньги взаймы, покупаете облигацию, скажем, или продаете облигацию, то за 20 лет может пройти гораздо больше сюрпризов, чем за три месяца. Поэтому те, кто продают облигации, хотят получить больше интереса. А кроме того, еще колоссально важный фактор. Федеральная резервная система может контролировать краткосрочные ставки своей политикой. Их политика влияет очень сильно на краткосрочные ставки и оказывает минимальное воздействие на долгосрочные ставки. То есть то, что делает сейчас федеральная резервная система, практически они имеют влияние на то, что произойдет, скажем, 20 лет спустя. А вот то, что произойдет в следующие 3-6 месяцев, играет колоссальную роль. Поэтому очень полезно периодически, раз в неделю, раз в месяц даже, посмотреть на эту кривую, как выглядит эта кривая. И, кстати, Роман, когда закончится наш вебинар, я вам пришлю линк, на котором наши участники смогут увидеть, как выглядит эта кривая. Я нажму сейчас на видео и сделаю несколько комментариев. Значит, слева кривая ставок на американские облигации, а справа график S&P. И вы видите, значит, вертикальная красная полоска, я нажму, анимает, чтобы она двигалась. Значит, рынок поднимается, 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 и кривая начинает... Вот, она вошла в нездоровое положение. Видите, краткосрочные ставки стали дороже долгосрочных. Это значит, что Федеральная резервная система начинает закручивать гайки. Посмотрите, где находится рынок в это время. Это 2000 год. Тысячу лет тому назад, 20 лет тому назад с чем-то. Я тогда уже торговал. Едем дальше. Значит, это называется инвертированная кривая. Вот она стала инвертированная. Она стала инвертированной, и рынок пошел в обвал. Все, значит, Федеральная резервная система говорит, нет-нет-нет, мы этого не хотели. Мы будем понижать. Ставки, вот уже ставки начинают приходить в норму. А рынок продолжает падать, падать, падать. У самого донышка, вот сейчас, да, это 2002 год, краткосрочная ставка меньше 2%. Долгосрочная ставка выше 5%. Вот это нормальная кривая, здоровая кривая, и на основании такой кривой имеет смысл ожидать бычьего рынка. И вот что происходит. 2003, 2004, 2005, 2006, я немножко заскакиваю вперед. 2006 год, да. В стране бум. 2007 год. Вы знаете, что предстоит, что будет, мы уже знаем, что будет в 2008 году. И вот кривая опять инвертируется. В 2007 году краткосрочная инвентируется. Рынок достигает пика. И начинается самый сильный медвежий рынок, который был. И опять-таки, федеральная резервная система наступает на горло этим ставкам. Краткосрочные падают ниже 2%. Долгосрочные около 4-5%. Краткосрочные уже на нуле практически стоят. И вот на такой ситуации начинается бычий рынок. 2009 год. Все в распродажу. Акции стоят очень дешево. И, значит, вот тут вот мы начинаем закупаться акциями. И начинается бычий рынок, который длится очень долго. Я немножко опять заскочу вперед. 2011 год, 2012 год. Видите, кривая совершенно нормальная. Пока она такая нормальная, стоит ожидать продолжения бычьего рынка. 2014 год, 2015, 2016. Совершенно нормальная кривая. Едем дальше, едем дальше. 2018 год. Да, это уже 5 лет тому назад. Кривая начинает инвертироваться. Начинает инвертироваться. Это 2019 год. В Китае уже происходят эксперименты в биолабораториях в Ухане. Но о них еще, так сказать, никто не фокусируется. Но инвертировался. И началась пандемия. В связи с пандемией инвертирование было очень коротким. И опять Федеральная резервная система сбрасывает этот график до нуля. 2021 год. Бычий рынок. 2021 год заканчивается. Начинается 2022. Прошлый год. Кривая все еще очень такая хорошая. Кратко. И тут начинают подниматься все ставки. Так я это сейчас завержу. Поздно. Значит, сейчас мы находимся где-то уже ближе к концу прошлого года. Кривая стала плоской. Продолжаем. Ага, началась инвертация, да? То есть, сейчас рынок пошел вверх. Мы сейчас в 2023 году. Рынок идет вверх. А кривая продолжает свою инвертацию. И чем дальше, тем страшнее. Вот как она выглядит. Упс, проскочил немножко. Еще раз. Анимей. Вот 2000. Это мы в этом году теперь. Вот так. Вот так выглядит эта кривая, да? Если вы хотите выпустить облигации краткосрочные или купить их даже, вы получите 5%. А долгосрочные облигации меньше 4%. То есть, совершенно инвертированная кривая. Это значит, что федеральная резервная система зажимает деньги и придушивает экономику. Это четвертый раз инвертированная кривая с 1999 года. То есть, за последние 24 года, это четвертый раз. Все три предыдущие раза, вот здесь вот, вот здесь вот, и вот здесь вот, последовал медвежий рынок. И, как ни странно, это может показаться сейчас, в обстановке, когда бычий рынок вернулся к нам опять. Не как бы, а вернулся к нам опять. Мы опять оказываемся на пороге. Мы опять оказываемся в ситуации, которую в предыдущих всех случаях, за последние два с половиной десятилетия, вызывали медвежьи рынки. Мораль всей басни такова. Будем осторожны. Будем осторожны. Играем на повышение. Но не забываем о том, что имеется массивная подводная скала. И сколько бы ни играли на повышение, необходимо ставить защитные стопы. Необходимо ставить защитные стопы. Потому что в любой момент рынок может развернуться и тяжело пойти вниз. Надолго или нет, это другой вопрос. Но обязательно нужно иметь стопы. Роман, спасибо большое. Я надеюсь, не слишком много времени занял этим. Возьмите обратно себе контроль. Я вам отдам его. И вы... Сейчас. Зум, зум, зум. Где он? И контроль ваш. Спасибо, Александр. Я думаю, что это очень полезно. Особенно держать в контексте, скажем так, чуть более долгосрочной перспективы, что может произойти. Тем более, что ФРС... Ну, Павел сказал, что еще два повышения процентных ставок в этом году они планируют. Минимально два повышения. Да. Минимально. Вы знаете, у них есть два колоссальных рычага. Один рычаг – это повышения, о которых все говорят. А другой рычаг заключается в том, что они в электронном форме отсасывают деньги из экономики. У Федеральной резервной системы есть законное право создавать новые деньги. У них нет печатного станка, они не печатают 100-долларовые бумажки, но они создают электронным образом деньги. И как они их пускают в экономику? Они у банков начинают закупать облигации. То есть они получают от банков облигации, а банки получают наличность, банки выпускают все больше облигаций, получают все больше наличности. А у Федеральной резервной системы скапливаются огромные запасы этих облигаций. Все в электронной форме, конечно. Когда эти облигации, они краткосрочные, трехмесячные, шестимесячные, когда они созревают, то Федеральная резервная система покупает, она получает, она банкам отдает эти облигации, банки отдают деньги. И Федеральная резервная система немедленно закупает новые облигации на те деньги. То есть финансовая ситуация никак не меняется. А в последний год Федеральная резервная система, у которой вырос совершенно невероятный склад этих бумаг, когда эти бумаги созревают, они их отдают банкам, получают от банков деньги, и эти деньги уничтожают. Точно так же, как они их создали. Я тебя породил, я тебя и убью, да, Тарас Бульба. И вот так вот. И они отсасывают, как вот они вот в 2000 году, во время этой пандемии, колоссально увеличили денежную массу в обращении, что мы расплачиваемся за эту инфляцию сейчас. Сейчас они эту массу отсасывают обратно. И это гораздо более тихий процесс, чем повышение учетных ставок. Учетные ставки они потормозили, а деньги продолжают отсасывать. И вы видели вот эту совершенно невероятную инвентированную кривую, какой не было 24 года. Самая крупная инвентация из 24 года. Роман, я вам пошлю линк к этой страничке, которую я показал. Это бесплатная страничка. И я пошлю вам линк и маленькую картинку с указанием, на какую кнопку нажимать, чтобы сыграть это кино. А играть его, я думаю, любому серьезному биржевику стоит, по крайней мере, раз в месяц, а то и чаще. Хорошо. Поехали дальше. Я добавлю в описание к видео. Спасибо. Спасибо. Я вам сразу по окончании пошлю, или через полчаса где-то. Спасибо. Так, смотрим сейчас на график S&P. Идет бычий рынок, S&P уже поднялся выше своего пика февральского. Он поднялся уже выше своего майского пика за прошлый год. Правда, здесь он немножко затормозил. Но на недельном графике он выглядит совершенно нормально. Рынок слегка разогрелся. S&P 500 достигла верхнего конверта. И это обычное, так сказать, обычное место, где начинается какая-то пауза. На дневном графике с правой стороны мы видим, что был ложный пролом верхнего конверта. И глядя вот так слева направо, мы видим, было несколько ситуаций таких проломов. И каждый из них, за каждым из них следовала коррекция какая-то. Обычно к зоне ценности, к зоне между двумя скользящими срединами, короткой и длиной. И вот сейчас похоже, что коррекция закончилась, потому что цены упали в зону ценности. МСД гистограмма упала ниже нуля, индекс силы упал ниже нуля. И сейчас, так сказать, все ситуации для дальнейшего роста. Так что, следующая цель атаки – это верхушка, достигнутая в июне. Будем смотреть. Дальше. Давайте посмотрим на DAX. Очень похожая картина. Правда, у DAX, глядя на недельный график, была очень такая нехорошо выглядящая медвежья дивергенция. То есть, DAX дважды выламывался. Были сильные ралли, и при каждой из этих ралли МСД гистограмма поднималась очень низко. Если вы сравните высоту гистограммы, скажем, в октябре прошлого года, и даже в декабре прошлого года, и высоту этой гистограммы недавно. Вы видите колоссальную медвежью дивергенцию. Недельный график упал в зону ценности. Это обычная мишень в бычьих рынках, когда наступает коррекция, рынок падает в зону ценности. И, глядя на дневной график с правой стороны, мы видим такую довольно неприятную картину ложного пролома, вот пару недель тому назад, дивергенции МСД гистограммы. Ну и рынок опять упал почти к нижнему конверту, и сейчас разворачивается вверх. То есть, ситуация неопределенная, но краткосрочно бычья. Давайте посмотрим на евро-доллар. Евро-доллар. Еще на недельном графике. Еще пару месяцев тому назад, месяца два тому назад, картина была очень медвежьей. Потому что евро-доллар выломился в марте выше своего ноябрьского пика. В то же самое время медвежья дивергенция на МСД гистограмме и на индексе силы. И разворота вниз не произошло. Произошла нормальная коррекция. Евро-доллар упал к зоне ценности, чуть-чуть ниже. Это часто бывает, без всякой драмы. И оттолкнулся от этой зоны, и сейчас идет вверх. Если мы посмотрим на дневной график, то мы увидим, что последний пик МСД гистограммы был выше предыдущего пика мартовского. То есть он показывает, что по мере того, как цены растут, напор быков становится сильнее. Поэтому запишите меня в быки по евро. К сожалению. Потому что через несколько недель я лечу в Европу. Конечно, лучше всего было, чтобы евро был в обвале, чтобы американские доллары были бы на высоте. Но я боюсь, что этого не произойдет. Как раз наоборот скорее. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на золото. Золото сейчас стало модно хранить. Был колоссальный, конечно, бычий рынок, который мы освещали всю дорогу. От самого его донышка до последнего пика. Такой вот палец к небу. Так заканчиваются многие тренды, когда рынок взлетает уже на таких истерических чувствах. Но не находит там больше заказов и начинает падать. И рынок золота упал. Я не особенно читаю, так сказать, всякую финансовую прессу. Предпочитаю делать собственные выводы. Но не могу избежать заголовков, где, да, золото все хоронят. А я на дело смотрю так. Это совершенно нормальная коррекция на недельном графике. Покупать еще рано. Потому что импульсная система, это горизонтальная полоска, она все еще красная. Почему? Потому что эта импульсная система построена на склоне MACD гистограммы и быстро скользящей средней. Быстрая скользящая средняя падает, гистограмма падает. Поэтому импульсная система красная. Это не торговая система, это система цензуры. Система, которая говорит, что можно, а что нельзя. Когда она красная, нельзя покупать. Но смотреть можно. И глядя на этот график, золото держится там, где заканчиваются многие реакции во время бычьих рынков. Чуть-чуть ниже зоны ценности. Причем даже касается этой зоны ценности. Не оторвалось совсем ниже нее. MACD гистограмма падает, но находится так низко. Это уровень, который обычно виден у донышек. Поэтому недельный график говорит, да, происходит бычье движение, уже второй месяц, паниковать не стоит. И как раз имеет смысл присматриваться, а когда это падение закончится. С такой мыслью поворачиваем к дневному графику справа. Золото сегодня, кстати, я очень люблю смотреть на динамику отдельных столбиков или отдельных свечей. Смотрите, на прошлой неделе золото пробило этот уровень поддержки, который у романа обозначен красной линией. Пробило уровень поддержки и два-три раза опустилось ниже этого уровня. И все. И все. На этой неделе в понедельник держался, золото держалось выше этого уровня, выше вот этого последнего донышка. Вчера выше последнего донышка, а сегодня золото открылось над донышком, резко упало вниз и также резко вернулось. И сейчас торгуется выше этих донышек. То есть такой палец вниз как бы произошел. Импульсная система красная. Она красная, потому что MAC-дегистограмма все еще опускается и скользящая средняя, быстрая, красная опускается. Поэтому покупать сегодня нельзя. Но вполне возможно, что уже завтра импульсная система на дневном графике станет синей. А затем будем смотреть на недельную. И как только недельная перестанет быть красным, у нас развязаны руки для покупок. То есть на данном этапе слишком поздно продавать на понижение, слишком рано покупать на повышение. Но самое время присматриваться за этой системой. Если у вас есть компьютер, который позволяет вам вычеркнуть то, что на графике, сделайте это. Тем более Роман предлагает всю эту систему для метатрейдера. Если вы другой системой пользуетесь, просто отслеживайте гистограмму и скользящую среднюю. Вот так вот. На ГТВ. На ГТВ. Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на нефть. Надо проиграть ленту, запись предыдущего выступления, когда я говорил. У нефти все возможности упасть уже были. Смотрим на недельный график. Она им не воспользовалась. Вот бьет, бьет, бьет по донышку. Если бы хотела пасть, уже давно упала бы. Она бьет по донышку. Выгоняет последних быков. Да, последних быков, чтобы люди потеряли надежду, что нефть когда-нибудь поднимется. То же самое происходит на дневном графике. Четвертая атака с апреля на донышко в нефти. И опять-таки, глядя на графики, очень занятный столбик сегодня у правого края. Посмотрите, как он открылся почти вровень с предыдущим днем. Вот самый последний. Ударил вниз. Наверняка там стопы были. Какая вкусная закуска. Вот кого имеет смысл выбивать. Вывел стопы. И сейчас немедленно оттолкнулся. И сейчас торгуется по верхам. Нефть строит донышко. К сожалению, рынки живут по другому календарю, чем мы с вами. Для нас с вами день, два, неделя. Это очень короткое время. Как неделя пробежала. А рынки гораздо медленнее. Поэтому нефть занимает время, чтобы построить это донышко. Но нефть, по-моему, строит донышко здесь. Мы смотрим налево. На недельный график. Импульсная система уже синяя. Что значит, покупка больше не запрещена. Не запрещена. Смотрим на дневной график. Импульсная система красная. Не удивлюсь, если она попозже сегодня или завтра станет синей. И тогда руки развязаны. Я бы крутился вокруг нефти, ожидая возможности встать на повышение. Спасибо, Александр. И по-прежнему по просьбам трудящихся. Давайте взглянем, что у нас происходит по биткоинам. Очень интересно с биткоином. Я на прошлой неделе немножко поиграл не по биткоину, а по акциям, которые обслуживают биткоин. Мара. Есть такая. М-А-Р-А. Но очень осторожно, очень быстро, как говорится. In and out. Что происходит? Если вы посмотрите, дайте, если вам это удобно, если нет, я взял, посмотрю. Дайте мне цифру. Вот был пик в начале, в марте где-то, да? И пик на прошлой неделе. Какая между ними разница? Вот этот пик, ага. 31 на 1008. И на прошлой неделе. 37377, да? То есть на 1% выше, на 1% выше, грубо говоря. И ничего, и ничего. А пик за эту неделю, какая максимальная высота? Вот здесь вот, тоже на недельном графике можно посмотреть. Последний, самый маленький, вот этот, да. 31009. То есть он уже опустился до уровня предыдущего пика. Очень похоже, очень похоже, что выстраивается одна из моих любимых фигур – ложный пролом. Рынки любят ложные проломы. Если мы посмотрим на дневной график с правой стороны, да, то мы увидим, что в конце июня был, извините, в начале июня был ложный пролом вниз, из которого вот выросла эта замечательная ралли. А сейчас, на прошлой неделе, биткоин дал этот вот палец кверху, и сейчас завис, и завис. И дивергенции, правда, нет, но я уже посматривал сегодня, а не пора ли мне снова коротеть акции, обслуживающие биткоин. Очень близко уже, еще не сегодня, но очень близко. Что меня удерживает немножко, на дневном графике импульсная система синяя, то есть биткоин разрешен, да. Можно делать коротеть, можно покупать все, что хочешь. А на недельном графике все-таки импульсная система еще зеленая. Я хочу коротеть, но коротеть еще нельзя, пока не поменяется цветом вот этот вот недельный график. Но я думаю, что у биткоина просто произошел такой труднообъяснимый приступ эйфории, и похоже, что этот приступ сейчас заканчивается. Спасибо, Александр. Посмотрели в этой части все основные инструменты, и как раз у нас по планам подвести итоги конкурса. Сейчас вы перед собой видите всех участников, кто у нас, собственно, принимал участие в этом месяце. На самом деле, достаточно большое количество позиций все еще открыты, и как на покупку, так и на продажу. И в этот раз у нас победил участник, которого зовут Сергей, который предлагал Virgin Galactics, как раз в шорт. И, как всегда, мы посмотрим на акцию победителя, и в этот раз посмотрим на одну акцию. В этом случае будет Moderna, где сделка на покупку не уменьшалась успехом для того, чтобы посмотреть, какие выводы можно из этой сделки сделать. Вот, поэтому, Сергей, вас поздравляю. Я обязательно расскажу, как получить книгу с автографом Александра. А сейчас я запущу как раз примеры этих сделок, которые у нас были, чтобы мы смогли на нее посмотреть. И первый у нас, да, Virgin Galactics. Соответственно, здесь я уже нанес, здесь была предложена сделка в шорт по уровню 5.20. Насколько помню, 4.20 стоял take profit, и stop loss был в районе 7. Вот, здесь было открытие на продажу, сделка закрылась по take profit, и здесь то же самое на дневном таймфрейме. Замечательно. Я смотрю на собственную сделку, кстати. Я сначала, я коротил, я коротил space сам, и сначала у меня стоп был по первой позиции 7.5, а когда позиция стала уже была прибыльная, я поставил вторую сделку, уже на 7 был стоп, и я все закрыл. Это, для меня это был пример типичной такой истерической, истерическое движение на рынке без особых оснований, да. Что произошло? Эта компания space, эта компания принадлежит английскому видному бизнесмену по имени Брансон, его фамилия. И он, значит, объявил, что поступают в продажу билеты, буквально через месяц он собирается делать первый такой полукосмический рейс. То есть они не очень высоко полетят, но выше атмосферы на ракете. Если у вас где-то валяется лишний четверть миллиона долларов, то пошлите ему, и, значит, можете присоединиться. И вот на этой прекрасной новости компания взлетела, и, собственно, весь взлет продолжался, продолжался такой серьезный взлет один день. Кстати, вот видите, день, когда Сергей вошел, компания в предыдущий день закрылась порядка 4 доллара, а в этот день она открылась примерно в 6, на 50% взлетела. А потом люди стали сомневаться, а может быть, а нет, а может быть и да, то и сё, почему, да. И акция два дня еще побарахталась, и потом стала тонуть. И тут еще произошло колоссально неприятное событие. Подлодка, на которой люди тоже платили четверть миллиона долларов. Видно, какая-то ходовая, я даже не знал, что такая ходовая монета, четверть миллиона. У меня даже такое в кармане нет, вот не лежит такая монетка, да. Шутки. И люди тоже платили по четверть миллиона долларов, чтобы опуститься, значит, посмотреть на Титаник. Но они опустились немножко ниже, опустились до самого грунта. Лодка взорвалась, лодка сплющилась. Просто представьте себе давление воды, 4 километра, да. И, по-моему, люди стали себе тоже чесать репу и говорить, а может быть, весь этот такой боевой туризм, он может быть, немножко опасный. И на фоне всего этого, значит, спейс продолжает тонуть. И сейчас она вернулась, акция вернулась туда, где она была до начала вообще всего этого всплеска. Сергей очень удачно схватил. И мне приятно посмотреть вдвойне, потому что, так сказать, как бы за компанию, да. Я тоже коротил эту акцию, и я так это делал два раза. Сначала в тот же день, что в тот же день. Нет, на следующий день, я был на день позже, Сергей. Я не в первый день, а уже во второй, когда акции опять пыталась подняться. И потом, да, ну молодец, Сергей, очень хорошо, очень хорошо. И без жадности, главное, взял прибыль, когда закоротил выше конверта, и взял прибыль, когда акция, на уровне акции уже, в принципе, тормозится. Не сомневаюсь, кто-то задаст вопрос, а была ли это нелегальная сделка, потому что импульсная система была зеленой на недельном графике. Да, и на Дневнов я сейчас смотрю тоже. С этой точки зрения, да, это была бы нелегальная сделка. Но почему, значит, я не могу за Сергея говорить, могу за себя сказать, почему я влез в нее. Потому что это была сделка против истерии толпы. И когда толпа закусывает у дела, то я смотрю на такие вещи, как цена открытия, самая высокая цена за день, самая низкая. Я очень внимательно всегда смотрю, последняя цена выше или ниже цены открытия. Вот такие вещи. И, то есть, это идет игра уже не по классическому анализу, а именно вот по оценке настроения толпы. Ну, еще раз поздравления, Сергей. Спасибо, Александр, за ваш комментарий. И одну тогда позицию, которая как раз по сделке, которая не была успешной в данном случае, как сделка Сергея, это решение купить модерну, которая продолжает снижаться. Но, вот точно так же здесь была предложена покупка, да, это недельный график. И вот здесь дневной стрелочкой обозначено, где один из наших участников предложил эту бумагу к покупке. Вы знаете, все время напоминаю себе и напоминаю всем ученикам, что все-таки покупать надо в зоне ценности или ниже зоны ценности. Руки начинают чесаться, конечно, когда... Я не знаю, что было, какие ощущения были, какие мысли были у человека, который купил модерну, вот где-то точечкой отражено. Но на недельном графике она вроде бы базировалась модерна, выглядела совершенно нормально. Но на дневном графике это просто похоже, что модерна побежала, а человек говорит себе, ах, упустил. Надо было не... вот столько было возможностей, ах, упустил. И вот эти вот, ах, упустил, это обычно оказывается очень проигрышными сделками, невыгодными сделками. Говорю по опыту. Вчера пожадничал, вот тоже так купил что-то и уже к концу дня пришлось бежать оттуда с небольшой потерей. Если вы чувствуете, что ах, упустил, то могу повторить совет, который мне дал один хороший друг. Он мне говорит, Алекс, привстань и положи левую руку на стул. Теперь привстань опять, положи правую руку на стул. Теперь сядь себе на руки и хорошо сиди. Если есть ощущение, упустил сделку, ну и бог с ней. Вот так вот. Почти наверняка она вам даст второй шанс. Спасибо, Александр. Посмотрели сделки. И теперь давайте вернемся обратно в платформу и посмотрим как раз несколько бумаг. Я на самом деле намеренно тоже добавил, ну, во-первых, Tesla, да, то есть как одна из драйверов роста, которая была. И несколько бумаг, такие как Microsoft и Amazon, которые, в принципе, являются основными из драйверов, да, то есть того же самого S&P. Гигантские акции, да, их шесть или семь. FANG называется. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Кстати, это довольно нездоровая картина с точки зрения индекса новых высот, новых низов, потому что эти акции, размеры акций, размер Apple, размер Apple, одна акция, да, больше, чем объем всех английских акций вместе взятых. Не объем, я говорю, капитализация, ценность, ценность этой акции, то есть ее цена, помноженная на количество акций имеющихся, одна акция Apple больше, чем весь английский рынок. Это нездоровая ситуация, ну, а в Америке это огромный процент. Вот эти вот 5-6 акций, 5-6-7 акций отвечают, примерно, они составляют примерно 20% капитализации американского рынка. Это опасная ситуация, это как императоры иметь, да, пока император хороший, все будет хорошо, но когда император спотыкается, то всем очень плохо. А в демократической системе все-таки все более раздроблено и более мягко происходит. Поэтому то, что вот эти вот огромные акции так себя ведут вверх, это, конечно, хорошо пользоваться, но это не лучший прогноз на завтра, на будущее. Давайте смотрим на Tesla. По большому счету, запишите меня, если не в «Медведе», то, по крайней мере, в серьезной скептике по Tesla. Много лет Tesla была с койхиинственной настоящей акцией электроавтомобилей. Сейчас невероятная конкуренция, все выходят с электроавтомобилями. У Tesla, конечно, гениальный предводитель Илон Маск, великий, так сказать, изобретатель и совершенно великий бизнесмен. И он сейчас, значит, собирается зарабатывать добавочные деньги тем, что он договорился с компаниями GM, General Motors, Ford и Rivian. Три компании, что они получат доступ к зарядным станциям Tesla. Эти станции сейчас очень... Я езжу на... Все мои машины на бензине, да? Но заезжаешь на бензоколонки вдоль шоссе, очень много стоит зарядных станций Tesla. Сейчас они будут брать аренду, значит, за доступ к этим установкам от других компаний. Так что они что-то все время придумывают. И хоронить, конечно, Tesla рано, но я думаю, что лучшие дни Tesla прошли. Так что на данный момент, ну что, на недельном графике, ну такой фундаментальный взгляд, на недельном графике мы видим, что Tesla взлетела очень сильно выше конверта, что обычно предшествует паузе на рынке. Эта пауза сейчас началась на дневном графике. Tesla опустилась в зону ценности. И сегодня она вроде так очень весело из нее выскочила. Но опять-таки вот смотрим на последний столбик и на соотношение между ценой открытия и последней ценой. А в Нью-Йорке сейчас около часа дня. Так что примерно на полпути сквозь трейдинговый день. То есть половина Tesla уже отдала обратно половину своего взлета на сегодняшний день. Это не самое сильное ралли. Это не самое сильное ралли. Я бы не торопился покупать совсем. Ожидал бы лучшего сигнала. Вы знаете, это вот вопрос, который я слегка коснулся, когда мы несколько минут назад обсуждали акцию Модерна. Дисциплина. В дисциплине несколько очень важных факторов. И один из них это то, что покупать или играть на понижение нужно только тогда, когда вот с графика высовывается рука и хватает меня за лицо. И график говорит, Алекс, если ты этого не будешь, если не будешь трейдить это, что ты будешь трейдить? Вот так вот. То есть, а когда вы смотрите на графики с одной стороны, с другой, что вроде бы недельный на повышение, а дневной тудось. И ралли сегодня была какая-то. Знаете, как-то начинается такая мысль. Переворачиваем страницу. Следующий. Это не просто просьба Кроманов смотреть на следующий график, а это совет всем вам и всем нам. Если нет четкого сильного сигнала, то ни на это и времени тратить на это дело не стоит. И этим, кстати, трейдинг отличается от большинства профессий. Пациент приходит к врачу. Мое прошлое, да, медицина. Пациент приходит к врачу, что-то у него болит. И любой пациент, который приходит к врачу и что-то болит, заслуживает диагноза. Надо определить, а что это происходит на самом деле, да? Допустим, врач не может определить, в чем у него проявлен. Он заказывает тесты какие-то, посылает его в лабораторию. Приходят тесты. Врач смотрит, все еще не знает. Это не определит, что-то странное. Ну, пойдем на консультацию к профессору тогда. Сейчас позвоним, закажем. Вот так вот, да? То есть мы будем работать, пока работа не закончена, пока не выяснен диагноз. А в трейдинге все наоборот. Смотрим на пациента, на товарища Модерна, на товарища Тесла, на товарища Микрософт. Если нам непонятно, что происходит, вон из двери. Пошли, давай, следующее. Вот так вот. Не тратить времени на работу. Вот этим отличается трейдинг от любой другой человеческой деятельности. Смотрим на Микрософт. Микрософт находится в очень опасной ситуации на недельном графике. Роман, проверьте, пожалуйста, вы уже знаете, да, высоту вот на этом столбике. Один момент. Спасибо. Мы столько работаем вместе уже, что без слов все происходит, да? Так. Не хочет отвечать. Видимо, чуть-чуть поближе. Вот, 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 вот. Хорошо, я сделаю по-другому. Да, да, в каком-то русском, в каком-то русском классике было «Но молчит река, не дает ответа». Это 349,68? Да. Я даже сейчас вот так сделаю. Окей. А здесь? 349,79. Ну, великолепно, да, великолепно. На 21 цент выше, да? Вот это ложный пролом. Ах, вот что надо каратить, да? Ложный пролом. На 21 цент. На 21 цент. Ах, я это упустил. Я, конечно, лучше всего было делать две недели тому назад. Ну, посмотрим, может быть, еще что-то найдется. Ну, это просто великолепно. Смотрим на дневной график. Но здесь вообще классическая дивергенция сложным проломом. Если вы проведете линию вот над майским пиком, да? О, ну, это великолепно. Ах, как я это пропустил. Вот так вот, да? Вот ложный пролом вверх. Причем, смотрите, какой истерический пролом, да? Сравните высоту вот этого столбика с высотами столбиков предыдущими. Настолько он выше. На следующий же день раздворот. И сейчас, значит, и при этом дивергенция МСД гистограммы, МСД линий и индекса силы. Тройная дивергенция. Ах, пропустил. Вот. Ну, ладно, посмотрим. Наверняка будет еще какая-то возможность сделать сделку. Быстрое падение в зону ценности. И на сегодняшний день, значит, Microsoft, смотрите, он открылся высоко, а последняя сделка у него ниже цены открытия, да? То есть, в течение дня Microsoft слаб. И, ну, для меня это... Надо искать возможность будет каратеть. Ах. Роман, нужно было сделать этот семинар на две недели раньше, я бы тогда проснулся бы пораньше. У вас, случайно, кстати, нет машины времени? Я вот все ищу брокера, у которого машина времени была бы. К сожалению, нет, нет. Пока не нашли решение. Ну, если будет, вы не сразу напишите, пожалуйста. Конечно. Спасибо, спасибо. Необходимо. Да, Microsoft, как интересно. Едем дальше. И давайте посмотрим на Amazon. Недельный график очень сильный, но находится в состоянии некоторой переоцененности, потому что уже почти касается верхнего конверта. И месяц тому назад он коснулся этого конверта, а сейчас высоко, но дотянуться не может. MScD гистограмма повернула вниз. Импульсная система синяя. Значит, можно покупать, можно продавать, что хочешь. Ограничений нет. Смотрим на дневной график. И, Роман, давайте сделаем, проведем горизонтальную линию. Вот в начале июня был пик маленький. Чуть-чуть раньше. Вот-вот-вот здесь. Вот так вот, да? На прошлой неделе Amazon вырвался выше этого пика. Сейчас Amazon... Посмотрите, пожалуйста, высшую точку в понедельник и сегодня. в понедельник высшая точка была... Я могу у себя посмотреть, если вам это проще. Что-то перестало у меня... Я посмотрю, если у вас занимает 2 секунды. Так, мне не нужен контроль, просто я посмотрю. Так, в понедельник высшая точка в Амазоне была 131 доллар и 49 центов. А сегодня 131.48. Значит, на 1 цент ниже. Жалко. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть выше было, потому что вот... Я очень доверяю таким вот ложным проломам. Тут такого классического ложного пролома вообще пролома не получилось. Но, тем не менее, цены зависли выше вот этого уровня, за который Амазон вырвалась до прошлой недели. И посмотрите на MACD гистограмму. Если вы поставите... Вы можете поставить вертикальную линию на 4 бар от правого конца. Вот, 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 вот он. Видите высоту MACD гистограммы, да? То есть, MACD гистограмма не смогла подняться выше нуля. Я это называю дивергенцией с отсутствующим правым плечом. То есть, левое плечо вот оно здесь, а потом был пролом вниз и ралли была настолько слаб... Ралли, которое вынесла Амазон на новую высоту за год. Ралли была настолько слабой, что MACD гистограмма не смогла даже подняться выше нуля. Дивергенция с отсутствующим правым плечом. Очень неблагоприятная ситуация и импульсная система синяя вокруг. Так что, опять, надо будет думать о том, чтобы коротить эту замечательную акцию. бычий рынок оказывается вдруг, что великие лидеры, типа как Microsoft и Amazon просят, чтобы их закоротили. Ну и дополним картину NVIDIA. Вы знаете, я коротил... У меня сейчас нет сделки по NVIDIA, но в последние две недели я все время коротил эту акцию. Опять-таки, я технический аналитик в первую и главную очередь. Но есть какие-то фундаментальные факторы, которых нельзя избежать, нельзя игнорировать. NVIDIA взлетела, потому что она делает чипы, на которых построены многие программы искусственного интеллекта. Кстати, я немножко начал пользоваться ими. Если какой-то вопрос хочу задать, я иду на чат GPT, печатаю этот вопрос, получаю вполне резонный ответ. Например, последний пример с искусственным интеллектом. С женой собрались в Эквадор в Южной Америке. Я иду, печатаю в GPT. Какие месяцы лучше всего для посещения Эквадора? И получаю ответ. Климат, погода, такие месяцы, сухой сезон, такой мокрый, какой ему больше нравится, сухой, конечно. Вот так вот. Иначе это гораздо проще, чем идти на Google и искать более такие размытые ответы. Короче говоря, искусственный интеллект интересная штука, хотя обычный интеллект тоже более интересная штука, но требуется чипы. и вот эта компания NVIDIA делает чипы для искусственного интеллекта. Так, когда эта компания взлетела свыше 400 долларов, для того, чтобы оправдать эту цену, нужно взять 29 раз ее объем продаж за последний год. это как сказать, привести пример. Допустим, бизнес делает, бизнес получает с клиентуры миллион долларов за год зарабатывает, причем из которых он должен выплатить зарплату, аренду, налоги, цену суровых товаров и все. Допустим, бизнес получает миллион, а сейчас цена всех акций этого бизнеса 29 миллионов долларов. Это значит, для того, чтобы оправдать цену акций этой компании, нужно взять грубый доход, грязный доход этой компании за 29 лет. Это нереально совершенно, нереально, просто. Вот это цена NVIDIA. А сейчас NVIDIA немножко оседает, потому что что немножко холодной воды полило вот на всех этих быстрых спекулянтов, это то, что американское правительство собирается сильно прижать экспорт этих чипов в Китай. Недельный график уже стал синим, импульсное тело стало синим, продажа накоротка разрешена, цена все еще сумасшедшая, цена два месяца уже выше верхнего конверта. Я уже не говорю про зону ценности, выше верхнего конверта. Сейчас только она начинает опускаться в этот конверт, на дневном графике цена уже находится в зоне ценности, на дневном графике вы видите колоссальную медвежью дивергенцию МСД-гистограммы. Я буду использовать ралли, я буду использовать подъемы дневного графика выше зоны ценности, для того, чтобы коротить. Я отказываюсь коротить или покупать, особенно коротить в зоне ценности, потому что я хочу закоротить переоцененные акции, а не просто акции, которые мне не нравятся. только что выскочил у меня на моем компьютере насчет глава компании NVIDIA предупреждает Китай, что поставки будут ограничены. Не по его воле. Вот так вот. Очень хорошо посмотрели в принципе все, что хотели. Вопрос какой-то был, Роман пишет непонимание в части анализа СНП по итогам МАЯ. почему в качестве первой вершины посмотрите еще раз просто этот вебинар. Посмотрите его еще раз и если все еще непонятно, просто напишите мне так более конкретно только не на полстраницы, а более конкретно почему вопрос да, я отвечу на этот вопрос. хорошо спасибо Александр как всегда было интересно познавательно с большим количеством примеров и рекомендаций и также для участников напомню, что у нас будет в июле летний перерыв и мы возобновим нашу встречу уже в августе. Поэтому как раз на конкурс будет чуть больше времени про него я чуть позже также расскажу. Спасибо большое Александр желаю вам хорошей поездки. Спасибо большое Роман я с удовольствием работаю с вами а в июле поскольку значит у нас время отпусков я буду в Бельгии так что на полпути к Эстонии можно сказать. Чуть ближе. Да. Всего хорошего. Всего хорошего вам и вашей семье. Всего доброго Александр и хороших вам летних каникул. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. И всего хорошего нашим участникам. Да. Безусловно. Уважаем участники как я и говорил во первых в конце расскажу пару слов про индикаторы Александра и соответственно про конкурс. Начнем с индикаторов. Как мы с вами смотрели в ходе нашей встречи и как эти индикаторы выглядят непосредственно в платформе MetaTrader 5 по согласованию с Александром мы предоставляем их для наших клиентов бесплатно. Наличие реального счета необходимо при балансе более 200 евро. То есть если вы уже являетесь нашим клиентом то все что нужно сделать это отправить запрос на почту elderdisc собака admiralmargis.com Сейчас я для тех кто в зуме прикладываю скидываю ее в чат а те кто смотрит нас на ютубе то эта почта есть в описании к видео и соответственно если у вас еще нет реального счета вы также можете написать и наши специалисты помогут вам с процедурой открытие счета и ответят на все интересующие вас вопросы вместе с индикатором мы присылаем вам шаблоны видео инструкцию по установке чтобы вы смогли дополнить вашу систему этими индикаторами вполне возможно что не все элементы этой системы вам подойдут потому что это единый организм единый механизм который работает для Александра который безусловно со временем меняется дорабатывается и здесь какие-то элементы возможно как определение а стоит ли покупать выше или ниже зоны ценности как мы сегодня смотрели одну сделку которая была положительная другая которая была отрицательная то есть это такие фильтры которые уже дадут вам возможность подумать о том необходимо ли входить в эту сделку сейчас возможно у вас есть какие-то подобные фильтры но в любом случае какие-то отдельные элементы вам могут подойти и помочь улучшить результативность вашей торговой системы и в том числе так как мы встречаемся раз в месяц то вы всегда сможете услышать мнение Александра по текущей ситуации или по каким-то отдельным бумагам поэтому присылайте ваши запросы и соответственно мы вам отправим индикаторы в ответ на ваше письмо и теперь про конкурс как я уже сказал у нас будет небольшой перерыв и у нас на время будет конкурса будет больше времени то есть это уже порядка двух месяцев и хочу рассказать как у нас проходит конкурс во-первых конкурс у нас проходит на нашем youtube канале на котором появляются записи с вебинарами Александра конкурс у нас проходит под последним видео всегда на предыдущий месяц конкурс под последним видео сейчас я прислал в чат ссылочку на наш youtube канал если еще не подписаны то обязательно подпишитесь те кто смотрят уже на youtube то в любом случае рекомендую подписаться чтобы не пропустить новые видео что нужно для участия в конкурсе это поставить лайк видео подписаться на канал и предложить сделку по одному активу который торгуется в адмиралс у нас торгуется более 5000 различных инструментов поэтому и те акции из разных стран или какие-то товарно-сырьевые активы то все инструменты участвуют в сделке проверьте чтобы они были в платформе ну если вы будете сделку планировать уже непосредственно в нашем метатрейдере для себя или как-то обозначать то там всегда вы найдете актуальную информацию по инструментам соответственно сделка предлагается в виде инструмент названия цена входа уровень стоп-лосс куда бы вы поставили уровень тейк-профит куда бы вы поставили и вы пишете дату поста когда соответственно в эту сделку предлагаете у нас период конкурса будет с 29 июня до 24 августа то есть практически чуть меньше чем 2 месяца будет на то чтобы принять участие в этой сделке соответственно сделки могут быть как несколько дней так и несколько недель так в данном случае может быть и месяц да данная сделка сможет выдержать большую дистанцию по движению соответственно проверять мы будем сделки уже к концу то есть в день встречи то есть 24 числа все сделки будут сравниваться и побеждает у нас тот участник который процент процентное движение инструмента которого будет самым большим и приоритет всегда дается сделкам которые закрылись по тейк-профиту и приз это книга с автографом Александра последняя книга на русском языке соответственно пока у нас мы ждем до поставки новых книг пока тем кто побеждал предыдущие конкурсы там последние несколько месяцев еще мы не отправляем и новые соответственно все будем отправлять уже последняя книга Александра как играть и выигрывать на бирже в 21 веке и также уважаемые участники ваши вопросы оставляйте также в комментариях на youtube канале поэтому к сожалению мы не успели да не уложились чтобы ответить на все вопросы которые вы писали но подпишитесь на канал дождитесь когда появится новое видео оно будет доступно уже завтра и соответственно напишите продублируйте туда ваш вопрос я их предварительно отправляю Александру для того чтобы уменьшить время на чтение осмысление и соответственно ответ чтобы действовать максимально эффективно поэтому пожалуйста напишите его на youtube канале и обязательно вопросы все мы рассмотрим и также посмотрите плейлист на youtube канале возможно какие-то части уже были отвечены и там вы также сможете на себя дойти ответы по предыдущим комментариям по предыдущим вопросам с моей стороны это все спасибо за участие спасибо что смотрите не забудьте подписаться на youtube канал и в следующий раз мы с вами увидимся в августе поэтому всем желаю хорошего лета надеюсь то где вы живете там лето хорошее настоящее теплое как говорится со всеми необходимыми составляющими всем спасибо за внимание и увидимся в августе до свидания субтитры и субтитры субтитры